В каком возрасте рожать первого ребенка, каждая женщина решает сама. Но по словам специалистов, с годами возраст первородящих увеличился. Если раньше девушки старались стать матерями в 20-25 лет, иначе их назовут старородящими, то в наше время женщины все чаще рожают первенца после 30, а то и 40 лет. Может быть это связано с экономическим положением в стране, но мне, конечно, об этом рассуждать. Но женщины, конечно, хотят состояться в этой жизни. Сначала получить образование, потом хорошую работу, завести нужного спутника жизни. И рождение ребеночка откладывают на потом. Как правило, это и получается 30-35 лет, а то и старше. Врачи уверяют, эта тенденция негативно влияет на здоровье потенциальной матери, так как с каждым годом у женщины все меньше шансов родить ребенка. А отсюда следует низкая рождаемость в стране. Поэтому Минздрав срочно ищет способ ее повышения. Главный специалист по репродуктивному здоровью человека Олега Полихин во время ВЭФ поделился статистическими данными, которые мешают улучшению демографии в стране. Их 9. Вот несколько из них. Более 92% первых половых контактов происходят вне брака. Вкупе с достаточно поздним возрастом вступления в брак, это приводит к высокой заболеваемости в сфере венерологии. 84% россиянок хотят иметь только двоих детей, а 5% вообще не хотят детей. Причина, по которой женщины так отвечают, не для кого рожать. Чтобы обеспечить здоровье нации, нужно понять, что дело в здоровье-сбережении, создании системы, которая направлена не на лечение больных, а на интенсивный подход к созданию здоровья, объясняет главный специалист по репродуктивному здоровью человека Олега Полихин. А еще россиянок за рождение двух детей до 30 лет нужно поощрять, считает министр труда и социальной защиты Российской Федерации. Самая большая проблема сейчас, я считаю, это то, что у нас увеличивается возраст рождения первого ребенка. Нам нужно придумать какие-то дополнительные меры по стимулированию рождаемости, которые позволили бы стимулировать рождение двух детей не просто как материальный капитал, а именно в возрасте, допустим, до 30 лет. Вот если мы что-то в этом направлении придумаем, согласуем, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Ольга в 32 года родила долгожданного первенца. Она считает, что материальная поддержка нужна независимо от того, какой по счету ребенок. Не знаю, как насчет двоих, конечно, но, наверное, первого, да. Мне помогало бы тем, кто может по состоянию физическому не мог, не может это сделать, ведь те материальные выплаты к вас помогли бы. А Виктории еще нет 30, но она мама уже двух дочерей. Когда после института перед ней стал выбор – карьера или семья, девушка, не раздумывая, выбрала второе. Если будет такая выплата, мне кажется, многие женщины и их семьи уже с большим оптимизмом будут смотреть на желание иметь детей до 30 лет. Правда, некоторые женщины считают, что не все достойны материальной поддержки, так как есть определенный слой населения, для которого дети – это заработок. Однако думать об этом должны те, кто решает помогать молодым мамам. Все-таки деньги на поддержку демографии пойдут из федерального бюджета. К слову, не стоит радоваться преждевременно. Инициатива министра Топилина пока не более, чем предложение. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.